Добрый день, желаемые подписчики! Рядов вновь приветствует вас на своем канале РЕЛЬНОВСЁ! Сегодня у нас на очереди последняя часть обзора проекта RL и сегодня мы поговорим известно о white paper данного проекта. Посмотрим, что он на себя поставляет, какую информацию он нам предлагает. Для того, чтобы перейти в white paper, нажимаете здесь white paper, у вас открывается окно с white paper, далее он у вас прогружается и вы получаете такую страницу. То есть, здесь представлена информация, что этот white paper себе поставляет, table of contents, то есть здесь представлено содержание, здесь можете перейти на интересующий вас раздел и ознакомиться с данным разделом более детально. Например, покажу, как это выглядит на практике. Например, вам интересен раздел Market Overview. Нажимаете на него, переходите у вас по гиперссылке, вы перешли на раздел Market Overview. Здесь уже описывается текущее положение на рынке, то есть, как данный рынок развит, какие у него проблемы, какой потенциал развития, здесь все описывается. То есть, здесь статистики представлены, какой потенциал развития, как он дальше будет развиваться. Ну и, естественно, дальше здесь все более детально у нас описывается в картинках, в схемах и так далее. То есть, чем хорош white paper, здесь не только простой текст, здесь и также представлено все в иллюстрациях, то есть, как это все будет выглядеть на практике. Например, также как выглядит Marketplace, например, вы хотите приобрести себе Apple MacBook Pro 15, здесь у вас представлена возможность приобрести его с помощью REO токенов. То есть, приобретаете и дальше уже, как обычный интернет-магазин, получаете товары и так далее. Также описываются другие вопросы, с которыми также желательно познакомиться, прежде чем непосредственно приступать к инвестициям в данный проект. Информацию по токен-генерейшн мы уже рассматривали, а вот о команде мы не говорили. Хотя, стоит о ней поговорить, команда у проекта достаточно известная, достаточно серьезная. Например, основатель Crotusau, он является, так скажем, связанным человеком с известным банком Berkley's, а также с компанией BMP Perbys. Помимо этого, члены команды Карла Пасколи, это, например, связанным человеком с Shazam, Capital One и Thompson Reuters. Deo Show, он связан с JP Morgan, ну и также других членов команды, которых вы можете более детально ознакомиться на сайте проекта. На сайте проекта они представлены вот именно вот здесь. То есть здесь вы сможете посетить также их профиль в социальной сети LinkedIn. Давайте здесь с ними более детально ознакомимся. Помимо самой команды проекта, рекомендуется также ознакомиться непосредственно с адвайзерами. Адвайзеры у проекта также достаточно известные и серьезные личности. Также некоторые из них являются членами Berkley's, Goldman Sachs, Thomas Reuters, ITX Capital, Crypto Analyst, из основной банка UBS и так далее. То есть с каждым из них обязательно также ознакомьтесь, посмотрите, что они из себя представляют. Помимо этого, рекомендую также вам ознакомиться с MVP. MVP – это минимальный рапочный продукт, то есть который уже у них как-то работает и который можно уже протестировать. Обязательно с ним также ознакомьтесь, посмотрите, что он из себя представляет. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго и до новых встреч.